Здравствуй, Саратов! Совсем скоро улицы нашего города станут еще красивее и еще ярче. На центральной площади появится самая большая елка губернии. Из окон почти каждого дома будут видны тысячи цветных огней. А в домах, где дети вели себя хорошо, появится самый долгожданный гость этого праздника – Дед Мороз. Но что нам известно о нем? Есть информация, что у него есть внучка Снегурочка, что он живет в Великом Устюге. Да, пожалуй, и все. А ведь он же человек. А ведь у него есть семья. Сегодня я и жители нашего города попытаемся представить, как может выглядеть семейное древо так хорошо знакомого всем и таинственного для каждого Деда Мороза. Здравствуйте! Телекомпания РЕН-ТВ Саратов, и мы ведем свое независимое расследование под номером 3112. Совсем скоро Новый год, и мы решили пофантазировать на тему семьи Дедушки Мороза. У меня есть к вам пару вопросов. Как вы думаете, какое могло быть отчество у Дедушки Мороза? Морозович? Петрович. Мороз Иванович. В России? В России, ну, конечно. Иваныч. Иваныч. Так, хорошо, а если не в России, то какое? Абрамыч. Как вы думаете, как зовут жену Дедушки Мороза? Не знаю, Мария какая-нибудь, Маруся. Марвановна. Нет, ну, Маша, мне кажется, Мария. Морозная баба. Баба Снег. Снежана. Нет у него жену, у него внучка только и все. Ходят слухи, что Дедушку Мороза собирает на работу его мама до сих пор. А кто она по профессии, как вы думаете? Дедушка. Ой, она врач, наверное. Ну, если собирает. Мама. Просто мама. Что за слухи такие? Дед Мороз, как обычный человек, наверное, живет в доме. Кто может быть его соседом? Соседом? Кто может быть соседом волшебника? Снегурочка, да. Еще один волшебник. Еще один Медведев. Премьер-министр, он у нас волшебник. Санта-Клаус? Кномики еще. Есть ли дедушка у Деда Мороза и как его зовут? Дедушка Мороз. Дедушка-Дедушка Мороз? Да, Дедушка-Дедушка Мороз. Дедушка-Деда Мороза. Мамонт. Нет, дедушка у него был. По-любому. То есть это, наверное, был прадед Мороз, да? Прадед Мороз. А, Николайша. Сегодня, вместе с жителями нашего города, мы составили вот это семейное древо. Людям на улице я предлагал пофантазировать на тему, как же может выглядеть семья Дедушки Мороза. Для чего мы это сделали? Да все очень просто. Мы в очередной раз хотели напомнить, что Новый год – это семейный праздник. Поэтому не откладывайте в долгий ящик и позвоните своим близким. Узнайте у бабушки про своих родственников и составьте свое семейное древо. С вами был Павел Ерофеев. Не забывай свои корни. Помни.